Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. Добрый вечер. Каждый раз, когда вы открываете глаза, на вас обрушивается огромный поток зрительной информации. Просто гигантский поток зрительной информации. Но это вас, в общем-то, совершенно не напрягает. Ваш мозг не взрывается. И вообще вам довольно комфортно. И кажется, что вы видите все, на что смотрит ваш глаз. Но на самом деле ваш глаз видит много, но вы видите гораздо меньше, чем вам кажется. Представьте такую ситуацию. Вам нужно найти что-нибудь на столе, причем очень быстро, например, ключи. С одной стороны, ваш глаз может сразу охватить все, на что вы смотрите. Но с другой стороны, для того, чтобы найти то, чего вы действительно хотите, вам приходится просматривать предмет за предметом, последовательно направляя внимание, пока, наконец, вы не найдете то, что вам нужно. Вот, кстати, ключи. Вот мой стол выглядит примерно так. Но если вы думаете, что это просто бардак, то вы ошибаетесь. На самом деле, это тренажер для тренажера. Зв vegane для raising people. Исх, на самом деле. Внимание действительно необходимо для того, чтобы видеть объекты, для того, чтобы различать объекты, для того, чтобы отделять один объект от другого, для того, чтобы узнавать объекты, для того, чтобы запоминать объекты. Но проблема в том, что наше внимание на самом деле очень ограничено. Мы можем сфокусироваться одновременно примерно на 3-4 объектах. Сейчас я вам это покажу. Сейчас покажу буквально на короткое время несколько объектов. Ваша задача будет их запомнить, потом я их на мгновение спрячу и покажу снова. Если вы увидите, что какой-то объект изменился, то просто крикните «вижу». Раз. Лав. Очень громко. Все, похоже, увидели. Сейчас я проделываю это еще раз. Еще покажу несколько объектов, потом опять их поменяю. Итак, раз. Два. Вижу, уже было пожиже. Кому-то, видимо, повезло обратить внимание на нужный объект. Здесь был треугольничек, он поменялся на квадратик. Но повезло не всем. Здесь объектов 9, когда их 3, проблем никаких. Когда 9, они уже не влезают в фокус вашего внимания. А теперь представьте себе, когда вы видите десятки объектов и сотни объектов, что соответствует, в общем-то, нашему с вами реальному восприятию. Таким образом, получается, что видеть это на самом деле означает обращать внимание. Вот еще одна ситуация, когда мы тоже можем не увидеть какой-то объект, причем это объект очень крупный. Если вдруг вы его увидели, то можете кричать уже. Но если еще не увидели, то, собственно, это вот этот вот Нотр-Дам, который бегает туда-сюда по экрану. А неспособность вот это вот заметить какое-то очень крупное изменение, психологи называют слепотой к изменению. Но как только ваше внимание обращено на нужный объект, вы уже не испытываете никаких проблем, и изменения становятся очевидными. Еще один пример, который, думаю, знакомо, особенно присутствующим здесь девушкам. Представьте себе, вы сделали новую прическу или волосы покрасили. А, и надо же, никто этого не замечает. Знакомая ситуация, да? Причем вам кажется, что это они на зло делают. Но на самом деле я покажу, что никто никакого злого умысла не умеет, не имеет действительно, можно что-то очевидное не заметить, даже там, куда вы смотрите. Вот еще одна картинка с изменением. Если вы увидели, можете кричать. «Вижу». Окей. Все увидели, что тигрик вам подмигивает глазом. Совершенно замечательно. Но на самом деле здесь было еще одно изменение. Я сейчас запущу снова. Вы посмотрите повнимательнее. Уверен, что вы найдете его не так быстро. Но как только найдете, можете кричать «Вижу». Только не говорите «Что?», а просто кричите «Вижу» или «Не вижу». Увидели? Но на самом деле оно есть, и оно как раз там, куда вы смотрите. А у этого тигра над глазом еще появлялась и исчезала полоска. И вот эта неспособность увидеть очень ясное изменение рядом с тем местом, куда вы непосредственно смотрите, которое привлекает ваше внимание, и получило, было открыто в наших средних, получило название «Мертвая зона внимания». Итак, «Мертвая зона внимания» — это такая стойка, неспособность заметить объекты и их изменения вблизи центра интереса. Как мы это изучаем? Мы берем фотографии. Вот, например, вроде такой. Находим там центр интереса. В данном случае это может быть такая вот тигриная морда. И какую-то деталь меняем. Либо это может быть деталь, которая относится к самому центру интереса, поднигивающий глазик. Либо это может быть какая-то менее значительная деталь за пределами центра интереса, либо вблизи этого центра, либо похожая деталь вдали. Затем мы вот так же, как я вам сейчас, показываем нашим испытуемым сначала оригинальную фотографию, потом фотографию с изменением, и так до тех пор, пока он не найдет и не скажет, что вот я увидел изменение, и оно вот такое. И мы засекаем время, за которое люди это ищут, и это наш основной параметр. Что в результате получается? Ну, разумеется, объекты, которые находятся в центре интереса, замечаются их изменения практически сразу. Внимание туда привлекается очень быстро. Объекты за пределами ищутся дольше, но дольше всего ищутся объекты как раз вблизи центра интереса, то есть в мертвой зоне внимания. Далее, если я вдруг привлеку еще больше вашего внимания к центру интереса, то есть, допустим, сначала заставлю вас увидеть глаз, как я и сделал, который подмигивает, и это будет захватывать ваше внимание, вам станет еще интереснее. В результате этого вы еще дольше будете искать изменения в мертвой зоне. То есть усиление внимания к центру интереса усиливает и проявление мертвой зоны. И возникает, соответственно, вопрос, все-таки можно ли не заметить новую прическу. В свете этого я могу ответить, что да, можно не заметить новую прическу, особенно если у вас очень привлекательные глаза и обаятельная улыбка. Это будет непосредственно центром интереса. Что же с этим можно сделать? Можем ли мы научиться быть более внимательными и видеть изменения лучше вблизи центра интереса? Вот как вы думаете, я вам сейчас рассказал про мертвую зону внимания, вы о ней все знаете, и позволит ли вам это быть более внимательными и видеть объекты лучше? Мы это проверили тоже в одном из экспериментов, когда мы нашим испытуемым сначала рассказывали очень подробно про мертвую зону внимания, потом показывали наши картинки с изменениями. В результате люди искали изменения так же долго, как и без рассказа о мертвой зоне. Окей, а что, если вам ничего не рассказывать, но, допустим, показывать всегда изменения строго вблизи центра интереса, вот так вот располагать на разных картинках? Может быть, тогда люди научатся замечать, смотреть туда, куда нужно. Как вы думаете? Будут? Мнения разделились? Нет? Ну хорошо, теперь я вам даю полную информацию и о мертвой зоне внимания, и показываю изменения вблизи центра. Как вы думаете, поможет? Уже должно точно, да? Нет? Но, может быть, вам поможет, если я просто буду показывать, в какое место смотреть. Поможет? Да, это единственный случай, когда помогает. То есть очень живучая штука получается. И, соответственно, когда мы задались вопросом, а почему это так, то предположение основное, которое мы рассматриваем, заключается в том, что мертвая зона внимания, по всей видимости, укоренена где-то в глубинах нашей с вами эволюции, эволюции зрительной системы, эволюции внимания. Ну, к примеру, да, в естественной среде, что, собственно говоря, нужно человеку или животному? Ему нужно восприятие для двух вещей. Искать еду и спасаться от хищников. И, допустим, если вы уже заметили льва в траве, то это опасность, это понятно, и вам, в общем-то, нет никакого смысла рассматривать его гриву чудесную или травку вокруг. Гораздо выгоднее переместить внимание на большое расстояние, то есть широко сканировать пространство, и тогда у вас больше шансов заметить еще какую-нибудь опасность. Но проблема в том, что мы живем с вами в таком мире, в котором информация представлена очень плотно, ее очень много, она пространственно расположена, очень тесно. Мы живем в городах с нагромождением зданий и объектов, мы работаем с графической информацией, мы работаем с текстовой информацией, и наша с вами мертвая зона внимания в этом случае может сыграть с нами злую шутку, когда в этой самой мертвой зоне может оказаться что-то действительно важное. И поэтому действительно мы видим с вами, получается, меньше, чем нам кажется, и более того, мы можем не видеть что-то ровно там, куда мы смотрим. И я, к сожалению, по всей видимости, мы не очень много чего с этим можем сделать. И я уверен, что большинство из вас, несмотря на то, что слушали меня внимательно про мертвую зону внимания и внимательно смотрели на мое лицо, вряд ли заметили, что я поменял очки. Спасибо. Возвращаемся к первому варианту. Правильно ли я тут вот все рассказывали про большой практический выход из их задач? Правильно ли я понимаю, что из ваших исследований немедленно следуют запрет на рекламные щиты вдоль дорог? Спасибо. По крайней мере, я бы не стал их устанавливать в тех местах, где есть знаки дорожного движения и светофоры. И где, в общем, мама с коляской может неожиданно выйти на дорогу. Ну, хотя бы учитывать это. Да, это… Так, Сереж, где ты и где микрофон? Так, давайте. На столе вы ищете что-то конкретное. Да, когда мы ищем, просто смотрим на стол, мы что-то конкретное можем упустить. Когда мы смотрим на тигры, если вы скажете конкретно, что искать полоски, все же очевидно сразу их заметили. Я сказал, что тут можно искать по-разному. Я практически назвал конкретное место, куда нужно посмотреть и показал его. Это самый эффективный способ обратить ваше внимание в данном случае. Но действительно, если подсказать, какие объекты искать, это действительно увеличивает поиск довольно существенно. Спасибо. Давайте последний вопрос. Где микрофон и… Можно ли натренировать это и быть таким мастером распознавания? Просто натренировать внимание? Нет. Все, что вы можете, это научиться быть внимательным к каким-то определенным объектам. Если вы все время будете на них обращать внимание, в конечном счете они будут обращать ваше внимание на себя сами. Спасибо, Игорь. Он никуда не уходит, останется здесь. Так что плавите его после выступления. Спасибо.